Юрий Иванович Подоляко с нами сейчас на прямой связи. Юрий Иванович, добрый день. Расскажите, что происходило в последние дни, что мы с вами не виделись в большой игре. Добрый день. Ну, основное событие, которое произошло на выходных, это взятие под наш контроль населенного пункта Благодатовка. Ой, Благодатное, прошу прощения. Это не так важно с точки зрения размеров, но с точки зрения стратегического важности это очень важно. Мы переправились с севернее Артемовска на левый и западный берег реки Бахмутовка. И, соответственно, уже опираясь на этот Плаздар, начали проводить наступательные действия с него на север и на юг для окружения Артемовской группировки противника, с северской группировки противника. И противника это очень сильно обеспокоило. Сразу резко усилились бои в районе Пороскоевки. По сути, это обход Пороскоевки с севера и с севера запада и усложняет у противника здорово и снабжение его группировки здесь. Я так понимаю, в ближайшие дни мы услышим о том, что Пороскоевка освобождена. И одновременно с этим, на этом же направлении, южнее, наши войска усиливают нажим на Ивановское, на Часовьяр. Уже очевидно, движение в этом направлении тоже есть. И для противника, как мы уже обсуждали в одной из предыдущих моих включений, это очень плохая новость, потому что Часовьяр это уже следующая линия обороны противника, на которую он очень рассчитывает как на запасную. И если мы его прорвем до взятия Артемовска, то весь план противника удерживать эту линию будет, по сути, разрушен, еще не начавшись. А Артемов в любом случае падет, причем если Часовьяр падает, то там уже автоматически падает. И также наши движения по направлению южнее, в Торецк тоже идет. А еще очень важно северское направление. Здесь вчера и позавчера были наступательные действия. Ну, первое я уже сказал, это с Благодатного на север по левому западному берегу Бахмутовки идут наступательные действия. И они смертельно опасны для противника, потому что это как раз и есть тот заход в тыл северской группировки. Ну и также в северном районе Кремяной наши войска начали наступать, ну, локальную наступательную операцию по выдавливанию противника с лесозоны юго-восточной, юго-западной, прошу прощения, Кремяной и западной Кремяной. Здесь тоже идут наступательные локальные действия. Где-то до километра вглубь территории, контролируя противника, мы продвинулись. И это здорово усложняет ему дальнейшее удерживание именно в северском выступе, который уже постепенно начинает приобретать такой замкнутый полукольцевой вид. И южнее угледарское направление, здесь тоже выходные были очень ожесточенные бои. И за эти дни наметился наш план, то есть не лобовой штурм угледара, а именно обходные маневры. Мы сейчас обходим с запада, с востока, пытаемся взять его в клещи. Вчера был наступательный действие выход на шахту южно-донбасская номер один. И с левой стороны, то есть с западной стороны, мы пытаемся обойти угледар уже с запада, чтобы попытаться перерезать единственную трассу, по которой идет снабжение организона противника. Бои ожесточенные, но то, что наша артиллерия здесь всеподавляюще, заставляет с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие этого сражения. Хотя противник, конечно, в высотных зданиях очень сильно укрепился. Выкурить его оттуда будет очень-очень нелегко. На Авдеевском направлении идет относительно перегруппировка. Пару дней, я думаю, так понимаю, наши войска перегруппируют силы перед дальнейшими атакующими действиями. И на Марьинском примерно тоже. Я думаю, что на следующей неделе, на этой текущей неделе мы услышим продолжение наступательной операции здесь. Но в целом вот такие события произошли за прошедшие выходные. Да, спасибо большое, Юрий Иванович Подоляко.